Прямо сейчас заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Владимирович Кипшидзе. Вахтанг Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вот вы относитесь к принятию пока в первом чтении этого законопроекта от лица всей церкви? Как можете прокомментировать, готовится ли нам к переменам к лучшему? Я думаю, что принятие этого закона это давно назревшая необходимость. И принятие демонстрирует намерение нашего государства существовать суверенно, не подвергаясь влиянию со стороны тех мировоззренческих систем, которые отрицают наше общее христианское наследие. Я думаю, что давно уже было пора принимать такой закон, иначе нам не удастся выйти из семейного кризиса в условиях, когда наше публичное пространство полно моделями антисемейного поведения, в том числе и поведение, которое связано с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Я уже не говорю про возможную пропаганду педофилии, смены пола и так далее. Все эти идеологические установки, они имеют своей целью, своей жертвой традиционную российскую семью. Ну, равно как, впрочем, и традиционные семьи других государств, где такая пропаганда продолжает оставаться легальной. Поэтому я хочу сказать, что мы связываем большие надежды с принятием этого закона, но вместе с тем я хочу сказать, что принятием закона проблема единомоментно не решится. Необходимо создать разветвленную систему противодействия соответствующей пропаганды, и, что не менее важно, создать альтернативное продвижение традиционных семейных ценностей. Наше общепубличное пространство должно наполниться моделями правильного семейного поведения, любви между мужчиной и женщиной, которая продлевается всю жизнь, воспитание детей, верности, жертвенности и всех других качеств, без которых невозможна не только здоровая и счастливая семья, но и невозможно будущее всего нашего государства. Вахтан Владимирович, для значительного количества представителей консервативных взглядов, чаще всего христианских, если мы говорим о Европе, США, Россия является как раз символом борьбы за сохранение традиционных христианских, в первую очередь, ценностей. Как вы думаете, с принятием этого закона изменится, усилится ли этот вектор в глазах здоровой части мирового сообщества? Я думаю, что несомненно, что у нас есть такой потенциал, и действительно многие консервативные христиане на Западе смотрят на Россию с надеждой, потому что, к сожалению, они практически проиграли свою войну за традиционные ценности. И вся инфраструктура пропаганды, предполагающая литературу, кинематограф, социальные сети, работает на разрушение представления традиционной семьи у них. Надеюсь, что у нас этого не произойдет. И я уверен, что мы будем иметь множество людей, которые поддерживают Россию в этом сложном деле, которые, я думаю, будут уважать наше государство. И многие, ну или немногие, по крайней мере некоторые, даже наверняка будут готовы переехать сюда жить, потому что здесь будет создаваться, я говорю об этом пока как о потенциальной возможности, комфортная среда для традиционных семей. Это большое дело, и в реализацию этой задачи все мы должны внести слабосильный вклад. Да, мы абсолютно с вами согласны. Спасибо большое, Вахтан Владимирович, что уделили нам время. Вахтан Владимирович